Всем привет, дорогие друзья! С вами Кузьма, и сегодня у меня в скайпе достаточно интересный гость, Гордон. Представьте, Гордон. Всем привет, дорогие друзья! И мы с Гордоном решили записать небольшой подкаст, где мы будем разбирать три каких-то темы и активно их обсуждать между собой. Если подобный вид формата вам понравился, то обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии, и в будущем, я думаю, мы с Гордоном сможем собираться раз в недельку и что-то такое обсуждать. И что интересно, Гордон, у меня всегда многие друзья, они относятся не к... они не русские по национальности, да, или, по крайней мере, русские, но там, допустим, конников евреи, да, к примеру. А, ну, да, с истоками такими. Да-да-да-да, вот ты, получается, турок, это полутурок, да, и это достаточно интересно. То есть дружба народов, считай, происходит сейчас на скайпе. Ну, сейчас некий дисбаланс в этом происходит в мире, но... Ну, наше с тобой пространство, да, оно... К этому не относится. Да, оно как в куполе от всего этого, то есть даже если вдруг мы будем ненавидеть друг друга, мы должны все равно входить в это пространство, как бы, и все, что было, забывать на время, пока проводится подкаст. Поэтому с первой темы давай начнем, которую мы хотим обсудить. Это легализация оружия? Ну, в России... Я помню, раньше достаточно часто это обсуждалось, особенно по России, там, в поединке с Соловьем я смотрел это. Большинство было, конечно, против. Из-за чего? Из-за того, что все-таки это опасно. Ну, да, это может человека спасти в какой-то мере, но человек будет чувствовать власть, когда он купит оружие, к примеру, он будет чувствовать власть. И если вы обычно... Вам могли нахамить, вы могли нахамить в ответ, и все, на этом могло закончиться. А сейчас, если у вас, к примеру, есть оружие, а вашего оппонента нет, то вы просто будете наглую всталить в пистолет и угрожать ему. А может быть случится, что вы, в случае, нажмете на курок, и все, он умрет, и, собственно, остановит себе жизнь. Но защитники оружия говорят, что если оружие будет у всех абсолютно, то есть у меня, у тебя, допустим, у нас с тобой конфликт происходит, да, и ситуация, когда у нас обоих есть оружие, мы оба прекрасно понимаем, что у нас у обоих есть огнестрельное оружие, пневматическое, неважно, и что при случае чего мы оба можем им воспользоваться. И мы прекрасно понимаем, что после того, как мы воспользуемся оружием, кто-то из нас умрет. Поэтому мы подумаем миллион раз прежде тем, кто первый достанет пистолет. Не получится, как в копбойских фильмах, знаешь, вот смотреть, как Клинт Ист, вот в хорошем, плохом, злом, да, вот, и кто быстрее достанет. Да, я смотрел, да. Вот, то есть не получится так сделать. И я, на самом деле, в этом плане выступаю за легализацию оружия именно на законодательном уровне, потому что сейчас покупают очень много всяких ворованных стволов. То есть люди незаконно сейчас таскают оружие, и люди, которые незаконно таскают оружие, не все, это будет грубо сказано, не все, но многие из них достаточно отбитые. Чувак, у которого в 15 лет есть ствол, а у моего одноклассника, еще когда я учился в школе, у него был ствол в 15 лет. И, знаешь, чуваки в 15 лет достаточно экспрессивные. Да, они отбитые. Уж в той школе, в которой я учился, там была отбитая школа достаточно. И люди, которые в 15 лет у них играют гормоны, да, они там активные очень, они очень экспрессивные. И они могут воспользоваться этим оружием когда угодно. Лучше, вот, знаешь, прописать там от 18 или там от 21 года. Все, оформляешь бумажку, что ты психически здоров, и получаешь ствол. А вообще лучше всего, чтобы это было в законном прописано, что как только тебе становится 21, тебя не в армию отправляют, а тебе выдают ствол. Знаешь, то есть, вот, и ты учишься обращаться с этим стволом. Тебе объясняют, этот ствол может убить человека, и ты можешь убить себя этим стволом. Поэтому не пользуйся им без нужной необходимости. И тогда, по-моему, будет просто рай на земле, вот, если везде так сделают. Ну, я думаю, в России такое не пройдет. Если в Америке там 1700-го года, по-моему, это прописано, то там уже временем, то есть, методом проб и ошибок, там уже люди знают, как себя вести. И там вроде написано то, что оружие вы можете использовать только на своей территории, у себя дома, если вам кто-то вломился, к примеру. Я думаю, у нас такое не пройдет, потому что все-таки у нас народ немного другой, менталитет немного другой, все-таки не хочу никого обидеть, но так и есть, я думаю. И все же у нас будет ситуация, скорее, как в фильмах про черных, где они там, такие гангстеры, с себя приходят, машины вести. Нет, ну нет, ты же все-таки Россию представлять в виде гетто из Бронкс. Ну, не все, конечно, такие вот районы все-таки есть, я думаю, в каждом городе. Нет, на самом деле сейчас очень цивилизовывается сам по себе район. Я недавно увидел комментарий один под видео Хованского, опять же, и он был так залайкан, я удивился, на самом деле. Комментарий писал чувак, который в школе учится, и там тема в видео была, собственно, про школу, да? И Хованский рассказывал еще про школы, в которых мы учились, да? То есть про школы, где, правда, постоянно проходили пиздилки, где постоянно, то есть там людей гнают, у них есть очки или лишний вес, то есть, ну, подобные вещи, и я думаю, что люди, у всех, у кого больше 23, 25, у них всех-то подобное было в школах. И там появился комментарий от человека, что, Юра, о чем ты вообще говоришь? Сейчас в школах уже такого нету. Да, кстати, такого сейчас нет. И для меня это было так удивительно, для меня это было какое-то открытие. И, ну, потом я понял, что, в принципе, это общество развивается, это, наверное, абсолютно нормально, потому что там в 90-х же вообще школы были полностью отбитые, там, не знаю. Школа выживания была, можно сказать. Да, 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 то есть 2000-е, нулевые, да, они такие были, от 90-х что-то осталось, но мы уже более оккультуривались. А вот сейчас, то есть школа, правда, без всего этого. То есть либо понаделали множество хороших школ, либо плохие школы исчезают, и даже непонятно, с чем это связано. А, возможно, в интернете просто сидят люди только из хороших школ. То, что вот я не могу представить, там, знаешь, некоторых моих одноклассников, которые сейчас сидят в интернете, а те, которые сидят там, им не интересен Ютуб совершенно. Так что я думаю, вот, я к чему это все веду, к тому, что сейчас люди уже оккультурились, то есть сейчас как раз-таки, наверное, можно вводить стволы. Да и причем, даже если вы не оккультурились, взять ту же Америку, когда вводили стволы в Америке, да, то есть это же не во всех штатах вроде оружие разрешено. Да, не во всех там интернете могут посадить. Вот, я думаю, во-первых, в Америке же тоже достаточно народ-то, ну, был раньше дикий. То есть сейчас он оцивилизовывался, и оружие стало как неотъемлемую часть культуры и жизнедеятельности американца, да, вот, жителя штатов, в которых разрешено оружие. Точно так же и тут будет. Поначалу, я думаю, будет, конечно, пиздец полный, но потом все, вот, знаешь, устаканится, и все поймут, с чем они ходят. Я был бы за, если бы вот ты проходил обследован полный, обследован психолога-психиатра, тогда бы, я считаю, можно было бы, вот, проходишь обследование, тебе говорят, вот, ты полностью здоров, можешь пойти в оружие. И с этой справочкой, которая тебе дает, ты можешь пойти в магазин и купить оружие. Знаешь, а вот я даже не знаю, что нужно, чтобы быть здоровым. Я вот не знаю, есть ли люди, правда, психически здоровые? То есть, ну, как бы, вот, ты встречал вот человека, или у тебя есть из друзей хороших, или из родителей, к примеру, там, из родственников, человек, про которого ты можешь сказать, блин, да он психически здоров, это самый адекватный человек, которого я знаю, ему явно можно дать ствол в руке. Таких идеальных, я думаю, что нет, потому что нет ничего идеального. А справку можно купить, то есть, в этом вся проблема. Как истинно? То есть, ни туда, ни сюда получается. Либо, допустим, легализуешь оружие, и смотришь, как это все будет происходить. Либо, таки, это, не легализуешь, и ждешь просто, и думаешь в голове, о чем могло произойти. Нет, ну вот, если ты меня сейчас спросишь, я вот придерживаюсь такого мнения. Оружие сейчас может купить кто угодно. Незаконным путем кто угодно может купить оружие, да? Там, без какой-либо лицензии, без каких-либо справок. И справку он еще купит, да? Я считаю, что нужно вводить оружие, разрешить носение оружия, чтобы у всех могло быть оружие. И чтобы у пистолета, и вообще огнестрел бы у людей, которые еще, ну, могут отвечать за себя, которые адекватны достаточно. И тогда люди просто свыкнутся, как нечто необходимое, как что оружие это нечто неотъемлемое от него. И тогда я думаю, что, ну, вот, все люди, они, в принципе, научатся правильно обращаться с оружием вовремя, его применять. То есть я за огнестрел. Идиоты, они всегда есть. То есть будет огнестрел, не будет. Он тебя руками задушит. Да идиоты, они сами себя там уже перебьют друг друга в это время. Ты знал, что, типа, считается не оружием, нож вот такой вот вроде как? Да, 11 сантиметров я это считаю. Да, 11 сантиметров считается не ножом, не считается холодным оружием. То есть, ну, я вот так думаю, что вот если такая херня тебе в бочину войдет, а ножи продаются некоторые дикие, особенно вот если ты зайдешь в торговый центр какой-нибудь, там есть нож, он там просто капец сделан так, знаешь, и там продавец скажет, что тебе вроде этот нож, он еще органы нахер крошит, когда ты втыкаешь и вот так вот проводишь по нему. То есть сейчас вот это уже считается не оружием, поэтому не знаю. Если метро с таким ножом пройдешь, который меньше 11 сантиметров лезвий, то тебя сразу возьмут и заберут и скажут, какого хера тебе это? Конечно, конечно. Не скажут, что это не считается оружием, им плевать будет на это уже, им главное тебя забрать, я думаю. Я считаю, что можно вести как эксперимент, к примеру. Познать, что будет, ну, на ограниченное время примерно, на три месяца выводить этот закон, смотрите, что будет, и исходя уже из выводов, дальнейший выбор уже идет итоговый, вводите этот закон или нет. Ну, в принципе, у тебя все равно более такая позиция в стиле лучше не нужно оружие все-таки легализовать. Как бы можно, но не желательно. Да, 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 то есть, ну, тогда с этим, в принципе, уже обе стороны наши высказали выводы свои. Давай к следующей теме переходить. Следующий, это про комиксы, потому что люди, в основном это были мои преподаватели в литературе, которые считали, что комиксы это для людей, которых нет своей фантазии, и комиксы их отупляют. Ну, не знаю, графический роман, например, может привести, это В, значит, Вендетта и Хранители. Их, я думаю, в книжном формате таком, именно с буквами, без картинок, я думаю, их не передать. Знаешь, вот я чё только не говорил, и некоторая часть аудитории, я считаю, что это не самая адекватная часть моей аудитории, воспринимает некоторые слова мои очень как бы в штыки, радикально, да, а потом их говорят, что я противоречу сам себе, потому что у меня раньше были стримы постоянные, да, я постоянно вводил стримы, и мы просто на все темы там говорили со зрителями. И у меня же есть на полке комиксы-хранители, да? И мне все... Я тоже видео видел тоже. Вот, и мне все ставили как бы в укор, что как ты можешь так говорить про комиксы, если у тебя стоит на полке хранители, ну да, это графический роман, но это не книга, это не наравне с книгой далеко. Да, это проблемы супергероев, но типа все равно нет. Комикс не может описать тот спектр эмоций, который может описать книга. Так же, как и кино, не может описать тот спектр эмоций. Невозможно экранизировать Достоевского, чтобы это было хорошо и качественно, потому что то, что происходит именно во время рассуждений, там вся книга почти там «Преступление и наказание», к примеру, состоит из того, насколько Раскольников сходит с ума и думает над чем, что он сделал. А в экранизации именно самого преступления и наказания это не показать никак. Нельзя в течение фильма на полчаса делать монологи, что «Ой, правильно, я сделал, что убил эту старушку». И комиксы, как по мне, они также ограничены. Там есть рамки. В книге, вот в литературе самой по себе рамок нету. Белый лист, черный текст. Тут можно что угодно делать. В комиксах нет, не получится. То есть там невозможно иногда нарисовать мир огромный, то есть, хотя возможно нарисовать мир огромный, да, но в рамках автора, который описывает этот мир. А писатель может обрисовать мир, и ты сможешь его сам дополнить. В комиксах ты не сможешь дополнить мир, никак. Ты не сможешь представить, а как интересно тут выглядит аптека, вот она так выглядит, тут написано, как она выглядит. А как интересно выглядят дома в этом мире, да вот так вот они выглядят. Когда ты читаешь книгу, ты можешь представить, что, как, как выглядят эти дома, потому что тебе нет рамок, нету какой-то картинки, иллюстрации того, как это выглядит. В целом, я не считаю, что хранители и V значит Линдетта плохо. Не подумай ни в коем счёт. Я в своё время угорал по комиксам очень сильно. Я прочитал и Amazing Spider-Man. Очень много выпусков. Там что ли... 400, наверное. Это очень был странный период жизни. Знаешь, там Ходячий мертвецы читал комикс. Потом... Ещё что-то я прочитал. Вроде Скотт Пилигрим начал читать, но чё-то у меня совсем не по этому делали. Я думаю, что большинство людей, которые так говорят, они кроме как комиксов про Микки Мауса и Дональда Дарка больше, по-моему, других комиксов не видели. Поэтому я думаю, что это для детей. Потому что в тех же хранителям показывается та жестокость, которая... А какая разница? Я считаю, что всё равно хранители это всё равно для детей. И V значит Вендетта. Просто у нас понятие ребёнок разное. У меня понятие ребёнок это вот человек до восемнадцати лет. В восемнадцати лет человек, вот, то есть как бы нет. Это достаточно трудно описать. Как бы смотри, я считаю, что человек взрослый лет с двенадцати, да? То есть он уже, в принципе, он сам мыслит, да? Он по-глупому мыслит достаточно, да? По-незрелому мыслит. Он мало чего знает. Но всё равно это уже такой период, когда человек взрослый стал, да? А до восемнадцати лет он именно ребёнок в интеллектуальном развитии. И вот до восемнадцати лет, вот, он может читать комиксы и прочее. Вся эта жестокость, показанная в Хранителях, это, ну, такая жестокость. То есть, это не расчленёнка крови и прочее. Это жестокость, вот, в рамках... Просто чтобы был сок. Да, 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 да. И, по-моему, вот, для детей чтил именно вот комиксы в стиле Хранителей. V значит Вендетта хорошо. Но когда ты уже взрослый человек, в Хранителях и Вендетте ты уже ничего не найдёшь для себя, в принципе. То есть, ты либо прочитал это в книгах, все темы, которые поднимаются, да, в Хранителях и Вендетте, да, а там, в принципе, это все темы, они уже поднимались давным-давно в литературе. То есть, там, литература давным-давно уже всё сама обмозговала, всё написала. Просто тут там мы интерпретировали. Тут про проблемы героев комикса, да, то есть, там, Вендетта ещё какая-то тема раскрывается. В книгах, то есть, то же самое было, то же самое. Объект брал, брался объект рассуждения, да, просто сам по себе был объект другой, но рассуждать о нём можно точно так же, как и в этих комиксах. Ну, я как думаю, то, что комиксы, это как басни Крылова, ну, такой пример, конечно, необычен. Вот, что сделал Крылов? Он под этими басними, под образами животных, реальные проблемы обсуждал её. То есть, нельзя было в то время ещё так гласно говорить обо всём. Я думаю, с комиксами так же, потому что... А вообще, на самом деле, что удивительно, детская литература, она всегда считается самой серьёзной литературой, потому что многие авторы шли в детскую литературу именно потому, что благодаря детской литературе можно было, особенно в советские времена, в детскую литературу советские писатели так дали на советскую власть. Там столько аллегорий, аллюзий, метафоры использовали различных, чтобы как угодно там можно было советскую власть поддеть. Вот. Там авторы тогдашни поэтому и шли в детские романы. Также этот... Даниил Хармс, к примеру, нахер, которому не нужны дети, которых ненавидел детей, любил писать детские книжки, то есть там и прочее. Алиса в Стране чудес же тоже детская, считай, щитила. Поэтому комиксы, да, это, в принципе, вот для детей написано, но написано для детей правильно. Я считаю, что ребёнок уж не Amazing Spider-Man и Ultimate Spider-Man, где большая сила приводит большую ответственность. Да, 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 да. 700 выпусков Amazing Spider-Man, там 400 выпусков Ultimate Spider-Man, ещё там множество вселенных. Перемешку всё это потом у тебя в голове ничего не остается. Да, вся одна мысль, вот во всём Человеке-пауке с большой силой приходит большая ответственность. Ну, что это? Это раскручивает, раскручивает, раскручивает. Это смешно. Хранители, В, значит, Вендетта, я вот, я бы рекомендовал почитать вот людям, которым до 18 лет. Вот, как вот пример именно хорошего графического романа. Но вот если вам 25 и больше, вы читаете сейчас комиксы. Ну, я не знаю, наверное, вы книги не читали, то есть, или просто... Чтобы время как-то заняться. Да, то есть, ну вот, я вот считаю, есть литература, которую нужно прочитать до определённого возраста. Как над пропастью, воржей нужно прочитать до 16, наверное, лет. Там, цветы для Лео Джерона, там, какие-нибудь... Чайка по имени Джонатан, не помню уже фамилию. Потому что я такое детское чтиво, оно меня всегда бесило и отвращало. Но для детей, вот, норм. Рэй Брэдбери, 450-й перфе Фрингей, то 20-летний человек уже не будет читать. Вино из туманчиков. Светы для души, когда там как раз и летит то, что... Вот и раньше же, ты сам говорил, то, что детей гонобили по всяким признакам. То же самое было с этим Гордоном, давайте, уборщиком, которого тоже гонобили. А потом он стал резко умным, и у него больше друзей появилось. А потом опять улетел к чертям, и он опять стал тупым, и у него друзей так много не оказалось. Я думаю, как раз таки... Далее, вот именно от 12, я думаю, от 12-го, это мало, от 14-го до 16-го. Вот там самый такой пик, когда надо прочитать эту книжку. Ну, есть, знаешь, такие специальные издания в книжном. У них белая обложка, то есть и зелеными написано буквами. То есть название и автор. И вот эта книжка и серия для детей вот 15-16 лет. Вот как переходящая что-то хорошо. Так же и с комиксами. Комиксы имеют право нажить. А вопрос у тебя был по поводу, является ли комикс искусством, да? Можно не считать. Опять же, да можно считать искусством что угодно. Хорошо, хорошо. Когда вы считаете видеоигры искусством, а и видеоигры у меня все подписчики считают искусством, приводя какую-то просто ересь в стиле. To the moon они считают... GTA 5 там. Да. Нет, GTA 5, что-то все знают, что GTA 5, там уже все поняли, типа, нет, чувак, это не искусство. То есть, что у меня вот зрители почему-то очень близко к сердцу применяют, принимают, что я там к играм отношусь как к играм, а не как к произведению искусства. То есть, там, я к Bioshock Infinite отношусь как к достаточно посредственному альтернативному миру, да? В антиутопии очередной. Ничего более. То есть, это можно... Нет, это искусство является по факту. Можно назвать искусством, но когда вы называете Bioshock Infinite искусством, когда вы называете Spider-Man искусством, вы не забывайте, что вы при этом называете и акционизм искусством, да? То есть, когда Пётр Павленский все ухо отрезает или там кайцы в брусчатке пробивает. Вы, когда феминистские европейские засовывают себе шарики в вагину с краской и потом выплевывают эти шарики на полотно и делают картину. Да, друзья, акционизм замечательный. Вид искусства очень серьезный, безусловно, который не необходим в нашем мире. По-другому-то это... Это безусловно. Безусловно, акционизм это вид искусства. Это не пиар художника отдельного какого-то с экстравагантной выходкой. Это именно важный акт. Это плевок, да? То есть, в наше гнилое плохое общество. Нет, друзья, хватит. Акционизм основан исключительно на том, чтобы создать пиар вокруг своей фигуры, не более того. То есть... Но, хорошо, комиксы это искусство. Но я отношу комиксы искусству, как и акционизм. Там различных групп, феминисток, Павленского и прочих таких. Кстати, был интересный акт. Вроде это было еще в СССР или в России 90-х. Нет, в России 90-х было. На Красную площадь вышел мужик в боксерских перчатках. Около Кремля стоял, и он кричал Ельцину, чтобы тот выходил. Ельцин не вышел, да? Да-да-да. Или он Горбачеву кричал, то есть СССР был. Но вот в эти времена, я думаю, знающие люди нас поправят в комментариях. Так, ну я немножко сейчас выпью, чтобы водку освежить. Сказал так, порноакторис. Можешь простите меня за это. Но Павленский это вообще уже отдельная тема. Я думаю, его просто надо закереть в психушке и все. Пусть там сидят, потому что... Нет, нет, почему? Я думаю, я имею право на жизнь. Нет, я-то понимаешь, многие просто говорят, что я не понимаю, допустим, Павленского. Да, или многим. Да, я думаю, что многие люди прекрасно понимают, что он хотел Павленский сказать. То есть, когда он прибивал яйца к брусчатке, он вроде как это назвал то, что у нас власть или полицейская, наша полиция, прибивает обычных граждан как будто яйца к брусчатке. То есть, ну что-то такое вроде. И держит самих за это место. Да, ну может, знаешь, вот в принципе так, все что угодно, можно чем-то вот сказать, что я сделал акт акционизма. То есть, знаешь, там я купил, допустим, русскую шоколадку, то есть там, не знаю, как в паркур русская шоколадка. Есть такие русские шоколадки, паркур там и прочее. Вот, я их купил, тем самым я сделал жест, что нужно поддерживать отечественного производителя, да, а не сникерсы эти. Покупать, хотя по факту это одно и то же, что сникерс, что паркур, он ничем не отличается. Чуть-чуть там буквально. Нет, я думаю, все было нормально, если бы Павленский делал все это не так эксцентрично, как он это делает. Так акционизм невозможен без эксцентр, без вот именно такого будораживания публики, то есть невозможно сделать по-другому акт акционизма. То есть, так же и Пусси Райд, они, я говорю не про самую известную акцию с храмом, я говорю про акцию их в музее вроде, где они начали заниматься любовными утехами всей группы, то есть там была беременная, как у нее там, талаконик был вроде как. То есть это достаточно сильные жесты, но я не считаю, что они что-то несут, и они же на что-то могут повлиять. Просто чтобы обратить внимание, я думаю. Только да, обратить внимание, сделать пиар в какой-то отдельной группе. Ну все, по-моему, на эту тему. Ну и еще вот если про феминистское сказать, то что вот тоже было где один ученый, по-моему, я не помню сейчас его имя, который вышел в футболке, но в рубашке, там были изображены голые женщины. И когда он об этом выступал, то что они посадили какой-то аппарат на комету, который и тело. Это сексистки, это совершенно другое, понимаешь? Вообще феминизм, феминизм сам по себе, за феминизм должны бороться в том числе и мужчины. То есть это на самом деле достаточно интересно, но это так, потому что благодаря феминизму, исчезнет там из нашего общества в стиле там мужчина должен платить за девушку, да. И многим мужчинам, у которых не позволяет карман, он сможет разделить там счет в ресторане вместе с девушкой, если будет феминизм. То есть многие специалисты хорошие, которые есть среди женщин, они пропадают из-за отсутствия феминизма. Из-за, наоборот, из-за отсутствия феминизма. Да, господи, у меня совсем все разбивается в голову. У феминизма есть очень много достоинств хороших, которые, если появятся в нашем обществе, то наше общество очень сильно преобразится. Но большая проблема в том, что есть различия между феминизмом и сексизмом. А феминистки многие этого не понимают. Многие феминистки ебанутые шлюхи, то есть... И это самое лучшее для них обозначение. Я уже говорил, я к мату отношусь, вот когда вот он... А тут он применим как-никак. По-другому как ебанутые шлюхи, которые мешают жить нормальным людям, не назвать этих женщин. А вот настоящие феминистки, которые хотят, чтобы вот правда женщина получила то место в обществе, благодаря которому она сможет так же ходить на работу, что она сможет там так же и платить за мужчину в ресторане. Ну то есть там досуг проводить вместе, да? То есть с мужчиной более комфортно для себя. Многим женщинам это неприятно, когда за них платят мужчины, а они ничего не дают на самом деле. А многим мужчинам бьет по карману это. То есть вот такие маленькие моменты, они вот сразу улетучатся из общества и намного легче будет жить. Большинство феминистов, которые показывают обычно, это вот все такие вот, уж простите, жирные такие вот, некрасивые женщины. Вот именно они, я думаю, вот именно сексистские такие, потому что они не хотят свое тело совершенствовать, они просто хотят качать права на своих недостатках. Я думаю, вот это тоже портит лицо феминистов. А это уже про бодипозитивщицы, наверное. А бодипозитивщицы и феминизм, это вообще две разные вещи. Бодипозитивщицы, это... Хотя они очень часто любят связываться между собой, то есть что вот бодипозитив и феминизм не отделим друг от друга. Хуйня полная. То есть человек просто хочет выглядеть плохо сознательно, то есть... Или там, знаешь, он не то, что не хочет выглядеть плохо, он просто не хочет ничего делать. Вот он хочет, чтобы все было как есть. То есть, по-моему, лучше, когда человек живет с осознанием того, что он выглядит как лютое говно. Вот как я живу, да? То есть, знаешь, я встаю с утра, вот в зеркало это смотрю... Смирился с этим и живешь в зеркало? Нет, не смирился, наоборот. Типа, если я вижу, что я херово выгляжу, я такой, типа, недельку надо не покушать шаверму или гамбургеров, типа, там, знаешь, чтобы чуть получше стало. А потом, ай, ладно, давай, на следующей неделе так же. Да-да-да. А когда ты встаешь с утра, смотришь в зеркало и, типа, такой, ну, а мне норм, похер. То есть, типа, и не буду брить подмышки, чтобы вонять. Живу дали себя. А, да-да, то есть. Вот с бритьем подмышек бодипозитивщица это самый пиздец, потому что... Ну, это самое отвратительное, по-моему. Это уже не проявление того, что... Вот когда, если я подойду, да, и скажу, побрейте, пожалуйста, подмышки, грубо говоря, в странном мире, да, я скажу это не потому, что мне не нравится, что у телки волосы под подмышками. Я это скажу исключительно, потому что вонь происходит в автобусе, то есть, или в метро. Отвратительная война от людей с подмышками. Мужчинам тоже по-хорошему нужно брать подмышки, особенно летом. То есть... Но все эти аргументы против бодипозитивщиц на самом деле уже повторяли миллиарды раз и противники, и защитники. В этом нет смысла обсуждать. Я вот, то есть, все-таки придерживаюсь, что феминизм, он нужен. Потому что благодаря феминизму, общество, правда, может преобразоваться хорошо. Ну, популизм некий пошел уже этих феминистов, потому что изначально ведь феминистские, они что, они что делали? Оставили свои права. Теперь уже как-то их, не знаю, поверхностно уже начали говорить, так что вот они такие-сякие, хотят просто ущемлять права мужчин, вот из-за этого, я думаю, тоже их репутация подпортилась. Ну и все, по-моему, и с этим тоже закончили. Дорогие друзья, мы, в принципе, обсудили сегодня с Гордоном все темы, которые хотели обсудить в подобном роде подкаста. Если вам понравилось, то ставьте обязательно лайк, мы продолжим раз в неделю собираться с Гордоном и обсуждать какие-то определенные темы, которые нам интересны. И обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, касательно формата самого. То есть то, что вам не... Чтобы мы хотели увидеть. Да, чтобы мы могли там исправлять сам формат. Возможно, пишите, что вам понравилось по поводу того, что мы сказали на те или иные темы. Пишите свои мнения, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал Гордона, подписывайтесь на мой канал. И... Всем удачи и пока. Всем благ.